И всем привет, с вами Ростиксон. Довольно была большая пауза, я возвращаюсь к скрипту. Сейчас расскажу, что я вообще буду делать, какие у меня планы, может о каких-то своих ошибках, о своем опыте каком-то. Итак, что я сейчас имею на данный момент? Я имею более 50 аккаунтов, на которых я подключал ретро-дропы, layer0, zk-sync. Так, пока что раздачи не было, но я удивился то, что альты и крипта там подросла, нормально так, то есть там уже стала такая неплохая сумма. Мой банк отличен от нуля, и давайте я скажу вообще сначала, что я хочу делать. То есть я занимаюсь сейчас много чем, занимаюсь чем, но крипту я все равно люблю, и от крипты никуда не денешься. Поэтому я буду заниматься тем, что мне нравится в крипте. А именно, я хочу отработать форкастер, и он темный посоветовал, думаю, надо делать. Потом, что еще я буду делать в крипте? Ну, прокручивать какие-то ретро-активности, но у меня для этого есть боты, то есть как бы... Ну, норм, пойдет. Что еще я буду делать в крипте? Это, возможно, щитки, скажу вам про мою идею с умникетом. Ну, как мою, которую я взял, скажем так, у... Секрет кого, но я потом расскажу. Видео уже довольно смазано. Потому что я немного нервничаю. Потому что крипта. Улыбка. Напишите вообще, кто плюсик, кто смотрит, не смотрит. Кто как давно меня узнал. Это приятно будет почитать. Давайте. Ну, что я буду делать в крипте? То есть, крипта у меня будет, условно, как хобби. То есть, я куда-то... Я бы сказал, я чуть перегорел в крипте. То есть, я думаю, буду уделять час, два, три в день. Не более. Хотя у меня есть свободное время, довольно предостаточно. Просто раньше я тратил много, скажем так, на крипту. Накопил на те цели, которые мне нужны. И, окей. То есть, чем я сейчас принюс заниматься? Форкастер. Купил щиток. Ну, буду прокручивать аки точно. Ну, вроде как, какие-то темки буду еще смотреть. А, вот, и не забыл. Типа, я хочу это вести как в формате дневника. Вот как сейчас. Когда я там буду что-то делать в крипте. Это интересно. Ну, по крайней мере, мне. И... Я бы не сказал, что это совсем правильно. Но я думаю, это будет не обречая мотивация для меня. А то я какой-то... Ростиксон. Такс. Вроде сказал, чем я буду заниматься. Просто по кайфу. Чем-то. В крипте. Не слишком много времени в день. Идем дальше. Кстати, на фоне играет Атавыч. Атавыч 14. Знаю все песни наизусть, между прочим. Атавыч 14. Идем дальше. Наверное, можно сейчас еще раскачу. Мне там было бы плавно рассказать о моей жизни просто. Сейчас я сделаю чуть потище у себя. У меня в целом все хорошо. Не заработал ли я, не заработал ли я на бычке? Конечно. Но я считаю, что я получил все, что заслужил. Даже, может, больше. В чем были мои ошибки? Я думаю, это не совсем правильное распределение рисков. Но это такое. Это так себе. То есть, я бы сказал второе. И самое главное. Это, возможно, некоторая неправильная трата средств. Не совсем правильные. Ну, или, может быть, правильные вещи. Но чрезмерно возможно. По поводу... Кстати, очень важно фиксировать прибыль какую-то с крипты. То есть, как бы, в крипте они суперкрут. В крипте у меня не супербольшой банк. Но при этом, благодаря тому, что я постоянно куда-то выводил деньги. Там... Или даже на что-то тратил. Или покупал что-то важное для меня. То есть, у меня условный банк... Н умножение моего капитала, как считает Forbes. Ну, просто все, что есть. Оно на all-time high. Yeah, I'm Englishman. То есть... Но, тем не менее, в крипте у меня банк не на all-time high. Но, близкий к этому, благодаря некоторой череде удач, что я делал ретро-дропы. Там остались деньги. Которые, типа, выросли. И еще... А, точно, забыл сказать про свою идею с мемкоином. Когда я смотрел... До этого момента, как раз... Вы знаете... Это Omnicat. Это первый мемкоин на Layer Zero. Он в CoinMarketCap помечен. Так же, как первый мемкоин на Layer Zero. И... Кто-то считает, что это не просто так. Это довольно-таки крутые криптоны. По моему мнению. Это S. Я не знаю, знаете ли вы. У него сумка более чем на 100 тысяч долларов. Этой монеты. И я решил тоже куплю на... Свободные средства. Скажем так. Но... Ну да, на свободные средства я купил. Думаю, еще закупать. То есть мне нравится эта идея. Нравится, что там как будто нет лишних пассажиров. Маленькая капа. Почему бы... Ну, как будто no brain идея просто. То есть я купил Omnicat. И буду докупать еще. Окей, идем дальше. Теперь по поводу моих ошибок. Да, они были. Я в целом их осознал. Посмотрел, что где-то, возможно, я... Завысил риски. Где-то не совсем правильно распоряжался. Со своими финансами. А где-то правильно. То есть, как я сказал. То есть... Хоть я довольно-таки... Не супер спешен в крипте, да. Но при этом... У меня общий капитал на all-time high. Да. То есть... Потому что я выводил из крипты средства. На, скажем так... Какие-то моментики, да. Окей. Пью чай и... Разбираемся, что будет дальше. Вообще, давайте теперь поговорим о моей жизни. Может, прошу вас. Как вы сами расскажите про ваш... Хочу уже сказать инвентарь. Про ваш... Портфель. На каких он позициях. Это all-time high. Это рядом. Или это... Однодесятый его... Особенно старички. То есть, кто знает. Я в крипте 20-го года мая. И... Мои результаты, да. За это время. Ну, давайте просто прибежимся. Купка недвижимости. Да, самый дешевый. Но, типа... Окей. Это... Траты на всякие фигню. Есть. Еще траты на всякие фигню. Есть. Траты на слишком фигню. Есть. Может быть, траты на какие-то путешествия. И просто на жизнь... Бедняка. Условно. То есть, такие вот у меня успехи, да. В крипте. Можете сказать о своих. Или мы уже там... Вы только недавно начали. Так вот. А моя жизнь и сейчас. Я, в общем-то... Делал весьма интересные для себя вещи. И я ими доволен. Даже более чем. Когда многие говорили, да. Что же там может не получиться. У меня, в общем-то, и все получается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так вот. Пью самодельный чай, между прочим. Так. Делаю... Мне случайно так подвернулось. Я... Нажмел играть с N-DOP 2. Это игра. Компьютерная. Как Honor Strike. Только на мобильных телефонах. Я сейчас стримлю на другом канале. Там уже 10 тысяч подписчиков. Мне нравится такой моментик. Что-то меня бесит. Это... Вот так вот сделаем. А, ну еще давайте. Давайте вот так сделаем еще. Вот так вот красиво, да. А, ладно. Не видно. The Simpsons там написано. А, нет. Видно. Так вот. Идем дальше. Что у нас происходит. Идем дальше, да. Окей. А, о чем я говорил еще. Ладно. Побей чай. И вспомню за это время. Так вот. Занимаюсь сендовчиком. Там стримы делаю каждый день. То есть меня прям очень увлекло это. Мне это самое главное нравится. И приносит огромное удовольствие. Читаю книги. То есть до этого там еще прочитал. Скажем так. Важные книги для меня. Вот эти еще, блин. Не начал читать. Я буду честно с вами. То есть я там прочитал 20 страниц. И мне стало прям. Ну, это значит они намного сложнее. Чем которые я прошла. Все либо что я читал. Ну, это как будто реально учебники. Это логика и память о мемонике. А я еще стараюсь читать. Ну, как-то вникать вообще в что я читаю. Там задают вопросы. Ну, о том, о чем вы прочитали. Я не могу на них ответить. Я как бы не могу дальше пройти читать. А я дважды перечитываю главу. И я не могу ответить на вопросы, которые в конце главы. Такие, такие моментики. То есть я сейчас там планирую. Куда-то на отдых, если получится полететь. И потихоньку. Ну, то есть я бы сказал. Сейчас жизнь моя пришла в идеальную гармонию. Вот так. Но я решил то, что мне очень нравится. Это стендовчик. В него играю. Но при этом я... При этом я... Вспомнил, что там. Что я уже начал с ума сходить. Ну, в смысле... Типа, поняли? Мысли уходят из головы и выходит. Скажем так. Мне очень нравится стримить, снимать видосы. Но при этом я хочу возвратиться обратно в крипту. Делать какие-то моментики. Ну, буду их делать. Давайте что у нас. По моим крипто итогам. Что я имею на данный момент сейчас. Имею сумки с аккаунтами. Где... Довольно-таки много я сжег на комсу. Я могу сказать, сколько я сжег. Я сжег более там 4 тысяч долларов. Может даже больше. То есть... Я не считал, честно скажу. Второе. Я осенал некоторые свои ошибки. В... Перерасходовании средства. В неправильные моменты. Или в правильные. Но с превышением... Каких-то расходов. То есть я бы сказал, ретро-дропы мне в этом помогли. Они сохранили мои средства. Думаю, что если бы не это. То, возможно бы... Так... Я бы... То есть... Идем дальше, да? Я оценил эти моменты. И понял, что... Ну, я буду с осторожностью. В следующий раз так же. Делать. Третье. Это я пришел по кому-то очень хорошему. Момент, который мне очень нравится. Я постараюсь сохранить. Это... Я встаю. С кафе стримлю игры. При этом читаю книги. При этом вот обратно у меня... Появилось желание вливаться в крипту. У меня там какие-то щитки выросли в 50 раз. Ну, это там на копейку. Это... То есть так. Планирую вести этот канал. Просто как... Вы не поймите. Просто... У меня... Ладно, все. Вот скажу. Это интервью с самим собой. Раньше у меня был второй канал. Россиксон думает. Типа, Россиксон. Начинался... Канал. Вот вот этот. По рофлу. Условно. Я... Удалил все видео. Канал был поприколом. Значит, снимать про крипту. Это был 21-го года. Это я только выиграл футболку Binance. И... Друг мне сказал. Что никогда не будет покупать рекламу на этом канале. Ты ботик, Ростик. Ну, ему сказал. Ну, не знаю. Посмотрим. 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 И на третьем видео я уже продал рекламу. И так получилось. Так все происходило. Учитывая, что я еще не умею монтажить. У меня не лежит к этому душа. То есть, я бы мог научиться, да. Но желания такого не имеется. Поэтому я это не делаю. И... Так получилось, что я... Этот канал, Ростиксон, не то, чтобы был суперкоммерческим, но, условно, я сделал 180 видео про Gate.io. Не за каждое мне заплатили. Я делал видео про KuCoin Exchange. За каждое мне заплатили. Да, я тоже снимал даже Binance видосы, где я тоже сам Binance платил. В BUSD, когда они еще были. Или BUSD сейчас нет? Вроде нет же их. Надо вспомнить. По-моему, нет уже их. То есть... Понимаете, в чем я? И у меня был Ростиксон думает, как хобби-канал. Куда я... Заливал какие-то свои мысли, идеи. Просто где я снимаю коня. То есть... Было два канала, да? Один, условно, там, Фокус. Ростиксон, там, какие-то деньги, прибыли. Ну, и второй Ростиксон думает. Притом, не знаю, может, что-то не знал. На канале Ростиксон. Не заработал более 15 тысяч долларов просто... Типа, наличными. То есть, деньгами. То есть, это не ревки. Это не... Это не Архам. Это там... То есть, это без ревок. Это просто оплата... За конкретное видео. То есть, там, я гранты получал от НИР. Было хорошее время. И НИР хорошая монетка, кстати. Виталик Бутерин. Илья Полосухин. Ладно, ладно, все, все. Так вот. Когда Ростиксон думает, был такой хобби-канал. Где я просто выкидывал что-то по кайфу. А потом у меня фокус сместился. То есть, мне очень понравилось... Так говорить, вот, вообще, о чем я хочу. Как-то вот такой моментик. И Ростиксон немножко пошел на спад. И... Как вы видите, там немного видосов выходило. Сейчас же я очень сильно занимаюсь каналом Ростиксон. Думают там стримы. Притом, мне опять же, я горю этим. То есть, я стендовчик. Я там коллекционирую скины, инвентарь. Можете зайти как-то на стрим поздороваться. Оценить стендовчик, так сказать. Я уже оценил. Уже там 500 часов наиграл. Наверное, это даже больше. То есть, Ростиксон будет как... Мой хобби-крипто-дневник. Так получается. Наверное. Постараюсь не теряться. Постараюсь в своем канале писать. Ростиксон, Ходлер. Свои темки, моментики. Как я там что-то покупаю, закупаю. Понимаете, чем я, да? Понимаете, вообще? Вдупляйте. Ну, я рад всех видеть, кто досмотрел этого момента. Главное все по кайфу, пацаны, делать. Что, жестким кайфом вот сейчас? А, ладно, еще так еще быть, похвастаюсь. Все-таки, знаете, бросить курить легко. Я делал это сотню раз. Это кто сказал? Хеллен Клайн? Так вот. Сегодня, по-моему, времени 3 апреля. У меня тут есть, я не знаю, вам видно, нет? То есть, да, можно сбиваться с некоего пути, да, но... Если это ваш путь, вы к нему вернетесь. Так вот. Каждый день я делаю стримы на своем канале. С одневодичного дня. Ну, и до этого я делал каждый день. Ну, прям сегодня же, ну, официалити. Документы подписаны, подпись. О, даже подпишу. Подпись. Я сделаю подпись прямо сейчас. Ростислав Макаров. Готово. И у меня нужно делать каждый день до стрим. Не то, что нужно. Я хочу, я себя об этом напоминаю. Потому что я не могу забыть о чем-то, да? Я часто о чем-то забываю. Турник. Не знаю, видно тут. У меня есть некоторые мозоли, да? То есть, ну, не позер. Это крипта. То есть, ну, такая крипта без азарт. То есть, нет, с азартом, но... Так, типа, на полставочки, поняли? И книги. Книги читать? Ну, конечно же, из того, что не нужно делать, это не нужно баловаться. Не нужно баловаться. Даже повторю несколько раз. Потому что это у меня выделено просто, я не знаю. Пацаны, это у меня выделено очень, очень жестко, типа. Кстати, такой прикольчик. То есть, я повернул вот это видео, там, на 360. И у меня текст выглядит... Ну, знаете, как в зеркале? Обычно он по-другому выглядит. А у меня он выглядит нормально. Такой прикол. То есть, я здесь сегодня сделал стрим. Не баловаться. Крипту я сделал, потому что я сделал видео на крипто-канал. И сейчас вот книжку почитаю вечером. Турник уже сделал, и все, я готов. Вливаемся в крипто-игру. Вливаемся в стенд-оп-игру. Вливаемся в счастливую жизнь. Вливаемся... В плюс вайбик. Найс! Ставьте пальцы вверх. Пишите, как у вас дела. Ростиксен возвращается. А, 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 а! Ладно. Не, блин, надо реально слостный смех. Не, ну. Ростиксен возвращается. А, 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 а! А, а, а! Ладно. 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 И ладно, 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 Руд Страх.